Оба, привет! С вами доктор Влад, с утра пораньше у нас 5 часов утра Температура на улице плюс 4 И такой, знаете, вот в ворохе висит, ну типа тумана что-то, да? Туман такой Морость какая-то Тепло Снег доедается потихонечку Вот, ну в общем, вот такая погода Боюсь, что Рождество опять не будет белым До Рождества осталось чуть-чуть 11 дней Сегодня пятница, 14 декабря 2018 года Ладно О чем сегодня? У меня вчера был ролик И там я кусочек вставил в выступление жены Ну типа интервью, да, как Дудя или Дудя, не знаю как правильно Ну это у меня, в частности Вот она, я ее попросил, говорю немножко про детей Немножко про инвалидов Она зарядила про детей Ну вот, в частности, некоторые ее фразы поразили моих слушателей Вот, например, о том, что садики в крупных компаниях делают прямо на территории предприятия Закинул ребенка, пошел в свой кабинет Рабочий день кончился, забрал ребенка, уехал Удобно? Конечно, удобно Ну вот я сегодня об этом и говорю, что хочу рассказать Что в Америке все делается для удобства людей И именно людей, не для человека Как говорили в СССР, и мы все знали этого человека Для людей В Конституции написано в американской Самые первые слова We people Мы народ И вот с тех пор это соблюдается Ну, не все гладко Но смысл в этом, ребята И еще раз скажу Здесь все делается по уму Не через задний проход, как в России, а по уму Так, чтобы людям было приятно жить в этой стране Ну вот, в частности, садики вот эти, да? При предприятиях Знаете, вот Трудно найти работу человеку, да? Но еще труднее работодателю найти себе нормального человека на место Работника, понимаете? И поэтому работодатели бьются За нормальных Толковых работников И стараются Чтобы они у них Прижились Ну а для этого делают все Я уже сказал вот насчет садиков Столовые, конечно На предприятиях Спортивные залы, конечно Кое-где даже с бассейном Чтобы можно было после работы расслабиться Привести свое тело в порядок Это же очень удобно Обычно как, американцы Приехал домой Что-нибудь пожевал И бегом в спортзал Очень многие, ребята, очень многие так делают Ну или бегать на улицу Ну или в спортзал А здесь Вы представляете, как удобно Конечно, будут бороться за это место Конечно, будет уже работодатель Выбирать себе Что получше Чтобы оставить Этого человека Чтобы он работал Наслаждался Я уже не говорю о бонусах Надо будет жену как-то Зарядить на эту тему Насчет бонусов Что такое бонусы? Зарплата Это зарплата Это хорошо, когда зарплата Вот Но если зарплата Например Две равные зарплаты Но в одной еще и бонусы То есть что? Это страховка прежде всего Медицинская страховка В некоторых предприятиях На некоторых предприятиях Только для тебя А чаще На всю семью Вот ты устроился на работу И тебе бах Страховка на всю семью Как он почтальоны Например Ну почтальоны Это отдельно Это государственная служба Вот А на предприятиях делают Да Разные бонусы Там Надбавки И прочее Вот Это все Опять для людей Понимаете? Ну я даже не знаю Это нужно Всю Америку Рассказывать Ну знаете Вот еще пример Приведу С отоплением В России Как вы знаете Центральное отопление Почти повсеместно Ну не считай Может быть деревень Да Там печка Вот Здесь Центральное отопление Отсутствует Я не слышал Чтобы здесь где-то было Центральное отопление То есть Как бы Колхозный такой Для всех Одна котельная И вот она На несколько домов Ребята Ну это ж неудобно Кому-то хочется пожарче Кому-то хочется Попрохладнее Вот А дома строятся И эти котельные Вообще не справляются Подключают к ним Другие дома Трубы все время Лопаются Это Нерентабельно Неэффективно По морозу Тащить трубу С кипятком Правильно? Вот В Америке Это сделано по уму То есть У каждого В его жилье Неважно это Даже в квартирах Там стоит обогреватель Кондиционер Вот Делаешь Как тебе нужно Сам за это отвечаешь Ну и сам за это Платишь Конечно Вот Для того чтобы Понимаете Тут за что Не возьмешь Да Вот Для того чтобы Все это осуществить Конечно люди должны Достойно зарабатывать В Америке Понимаете Чтобы осуществить Все вот эти вот Вот Кондиционер Вот Отопление За это же все Заплатится Из твоего дохода Понимаете Это вот Я говорю Россию проще развалить И начать все строить По новой Ну мы уже помним Был такой случай В 1917 Году Развалили А построить Ничего не вышло Потому что Опирались На психологию Человека Коммунистического Будущего Даже не опирались Уже тогда Просто воровали А людям Втюхивали Вот такие Сказочки Насчет коммунизма Светлого Будущего Коминтерн В свое время Создали Хотели Эту коммунистическую Заразу По всему Миру Слава Богу Не вышло И в Америке До сих пор Коммунист Это что-то страшное Вот я когда Это самое Интервью Проходил Там В иммигрейшн Вот она Как узнала Что я коммунист Мама родная У нее вообще Вот так вот Глаза Ну я объяснил Что меня приняли По разнарядке Как-то там сумел Рассказать Что нужно было Принять Вот план Она это Долго не понимала Как это может быть По плану Ну план спустили В деревню Всех Я уже рассказывал Одного Интеллигента И двух Этих Доярок Там Или механизаторов Ну доярок И механизаторов Нашли А интеллигентов Нету Все уже задействованы Все коммунисты Там их горсочка Ну человек 50 Может на всю деревню А меньше Пожалуй Человек 30 Ну вот Ну и меня Приняли в партию А я не знал Об этом Потом мне сказали Ты коммунист Баааа Ну дела Ну вот Я отвлекся Очень сильно Ну вот на иммигрейшн Да Да Действительно Там Были скользкие вопросы Но не бойтесь Этого Тут Люди расположены Друг к другу Как бы Вот это та самая Презумпция невиновности Понимаете Что от тебя ждут Хорошее Вот в России От всех ждут Гадости А от тебя Изначально ждут Чего-то хорошего Вот И не думают О плохом Ну и вот В результате В России Все Злые ходят Да Вот А здесь Народ улыбается Потому что У людей Все что есть Что нужно Очень популярна Кстати статья Чего подарить человеку Мирождество Тому у которого Все есть Ну то есть Все абсолютно Вот все что надо Вот даже у меня В принципе Я не богатый Совершенно Вот у меня Иногда мысль такая Как у детей Комсомольских Партийных работников Там помните Писал В Вознесенстве По-моему Или Рождественский Они говорят Сходят с ума От того Что им нечего Больше хотеть Часто вспоминаю Эту фразу Мне ничего не надо Уже Вот сейчас уже Мне ничего не надо Ну вот Гитару еще Мне подсказали Тут Ну купили Гитару С вашей помощью А так Ну ничего Мне не нужно Живу потихонечку Вот вам рассказываю Как в Америке живут И это очень Не то что умно Вот Знаете как Нет Это умным назвать нельзя Это естественно Когда человек Получает Все что нужно От жизни И государство Его этим Обеспечивает Вот А в России Ну я не знаю Меня тут спрашивают Когда все начнется Когда Да скоро Ребят Это уже невозможно Просто-напросто Что творится Что правительство На людей Вообще Начхало Полностью Никакой Вообще Никакого отношения Российское правительство К российскому народу Не имеет Они там Где-то воюют В Сирии В Украине Еще что-то Какие-то дела Свои Личные А Население только Грабит Больше ничего Ну вы все это Тоже видите Ну ладно Как обычно С дорожки Я поговорил Обо всем Всего хорошего До свидания Доктор Влад По-прежнему с вами Пока